Добрый день дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Я приветствую вас в Рязани. Добрый вечер, уважаемые поклонники красноярского футбола. Сегодня мы для вас проведем матч четвертого тура женской футбольной суперлиги второй. По очереди в этом самом четвертом игровом дне Рязань ВДВ принимает Енисей Красноярск. Я думаю можно переходить после стартового свистка к составам играющих команд. Тем паче, что они уже у нас на экране постепенно проплывают. Есть определенные новшества в составе Енисея по сравнению с матчем прошлого тура против Локомотива, который завершился поражением команды из Красноярска. 0-1. Ну и все, поехали. Стартовый свисток. Чемпион и вице-чемпион все-таки календарь немножечко тяжеловатый. Прерывалась коллега, перехват и Лазарева удар в створ ворот наносит. Хорошую позицию выбирает Ангелина Цирульникова, которая спокойно мяч в руки забирает. И отметим, что прессинг Рязани ВДВ уже работает. И ВДВ она выступала и в прошлом сезоне в Енисея, выступала на позиции правого защитника. А вот сейчас у Перепечиной момент! И здорово действует голкипер гостей Ангелина Цирульникова в сторону, отбивая этот мяч, не позволяя даже на добивании сыграть в футболистском Рязани ВДВ. А пробег для меня, коллега, если я не прав, но на мой взгляд Наталья Перепечина лучший игрок Рязани ВДВ за первые три матча. Да, полностью согласен. Никаких, наверное, других кандидатов я не могу сейчас назвать. Можно было, наверное, отметить. Удар был не самый простой. И вот Перепечина вновь подача в район. Вратарский удар! Завутавец, прикладина, добивание это выше ворот. Какой же момент сейчас возник после стандартного положения у Рязани ВДВ? Время, это... Вот смотрим мы повтор этого момента. Во-первых, очень здорово позиция брала, да, и набежала здорово на мяч. Ну и добивание словно было точно в створ организовать. Поддавливают все еще. Негодование Ольги Капустины, поскольку был сейчас реальный шанс вырваться на свободное пространство и контратаку на скорости провести. Но закопались в центре поля ее подопечные. Не удалось мяч вперед до линии атаки довести. И уже в атаке Рязани ВДВ Вукович врат! Выход 1-1. Браво! Ангелина Цирульникова выигрывает этот ближний бой. Вовремя выйти из ворот. Да и как раз сокращая дистанцию до Вукович, не оставляла ей других вариантов, кроме прямого прошивающего удара. А перекинуть в колкипера, наверное, не было уже дистанции. Немножечко далековато отпустил Вуковича вот это лишнее движение. Мы сейчас на повторе его увидим. Вот, вот, да. Все-таки, когда есть возможность... Наверное, тяжеловато ей единоборство вести. Все-таки не очень высокий у него рост. А вот перепечена... На левую долго перекладывается мяч. Уже, разумеется, линия огня закрыта. И все-таки зацепила... Для себя, для себя этот штрафной, она как раз... Да, 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 да. Я думаю, сейчас бить, судя по разбегу. Так оно и есть удар. И мяч в руках у Ангелины Цирульниковой. Далеко не первый удар в створ. Но пока все, что в основном направляется во владение самой Цирульниковой, аккуратно вдруг и к ней прилетает. На протяжении первого тайма, собственно, наблюдалось. Свисток на перерыв от Анастасии Пустовойтовой, которая, да, фиксирует 0-0 в первом тайме. По игре, коллега? Вкратце. Наверное, нет. Наверное, счет 1-0 был бы более справедлив. Дорогие друзья, возвращаемся на второй тайм-матч четвертого тура женской футбольной суперлиги сезона 2020 года. Рязань ВДВ принимает Красноярский Енисей. И счет 0-0 после первого тайма. Итак, поехали. Тайм под номером 2. Судя по всему, действительно не было замены в перерыве. Состава команд давайте еще раз напомним. Мы были увешаны атрибутикой, кричали, поддерживали. И что-то похожее есть и здесь. Сейчас только уже по периметру... А вот удар в руку, попадает мяч. И добивание от Вукович. Гол! Гол! Мария Вукович открывает счет с забитым голом. В текущем сезоне 52-я минута встречи. Рязань ВДВ открывает счет. Было в предыдущем эпизоде, как мне кажется, попадание в руку. Но и это пенальти не потребовало для того, чтобы забить рязанцам. 1-0. Слушайте, ну били-били и забили, как говорится. Несколько подряд ударов после подачи от угла. Завис, застрял мяч в центре штрафной площади. Один удар заблокирован, другой заблокирован. Быть может и действительно имело место быть игра рукой в центре штрафной. Но Мария Вукович летальный удар все-таки произвела. Ну, очень может быть, что действительно мяч в руку Ананевой попал. Ну, а дальше уже классный удар в дальний угол от Марии Вуковича. Вот смотрите, какая... Следствие риска, следствие риска от Енисея. Передача направо, получает мяч Лазарева. Ну что, один в один можно попытаться обыграть? Нет, вот это удар. И неплохо, и Перекладина, между прочим, спасает во второй раз в этом матче Красноярский Енисей. Удар от ворот должен производиться. Да, казалось бы, что еще оставалось делать Лазаревой? Тем не менее, удар она произвела и действительно Перекладина. Да, здорово. Даже в крестовину, если не ошибаюсь, мяч попал. Нет, Перекладина. Ну что же, близость второго гола может уже скоро ощущаться поле. Четкий конкретный Екатерина Братко демонстрирует. Игра пошла у нас, ну, почти на встречу курса. Без центра поля. И вот Шейкина классную передачу делает. Ананиева получает мяч, обработка здесь ключевое значение имеет. Ананиева под правый мяч, Ананиева удар ждем. Вот он удар, мимо дальней штанги. Ну что же, неплохо полноценное поле. Интересный, интересный эпизод. И попади в створ. Тут, наверное, проблемы были у голкипера гостей Марии Жамонаковой. Ну вот и замена. Эпизод, когда Вукович с головой буквально накрыла Цирульникову. И мог вполне и удар голевой состояться. Классная передача. Нет офсайда. Вукович, браво, Цирульникова. И добивание выше ворот. Но это должно было быть 2-0. По идее, да, если бы не голкипер Красноярского Енисея. Браво, Ангелина Цирульникова, которая, к слову говоря, не впервые в этом матче ближний бой выиграла. Пишите, голкипера Рязани ВДВ. К слову говоря, учитывая то, какие матчи, об этом позже, учитывая классную передачу на Краснова. И продолжает Краснова выход 1-1. И Цирульникова. Да, здорово действует. Браво, Ангелина. Сегодня в ближнем бою королева самая настоящая. Неоднократно уже вручала свою команду, когда уже некому было помогать первому номеру. Как сейчас. Как и сейчас, совершенно верно. Шейкина здорово сейчас обыгрывает Фетисову. По центру проходит хорошая возможность для того, чтобы пробить. Только передача. Есть еще удар. Вот он в дальний угол. Завинчивается мяч, но не в дальний. Рядом со штангой скачет этот мяч. Пущенный, по-моему, Татьяной Ананиевой. Хороший атак. Классно подкручивал. Сейчас Ананиева мяч просто не попал в створ. Вращение, увы. А чуть назад на Солину. На коротке обыгрывается не с Чичкалой. И удар. Удар. Это в руки. Опять-таки в руки Ангелине Цирульниковой. Под бровки тот нервничает. Причем весьма серьезно. Хорошая передача. Далеко вновь отпускается мяч от Валерии Алешичевой. Есть подача. Штрафное удар. Один-один. Один-один сравнивает счет Юнисей. И это Татьяна Шейкина. Из ниоткуда, казалось бы, пытались. Пытались счет сравнять. Моментов не было. За исключением, наверное, этого удара. Закрученного удара от Татьяны Ананиевой. А здесь отмоевали мяч на левом краю. Красноярские футболистки. Подача. И один-один. Татьяна Шейкина сравнивает счет. Мне кажется, немножечко потерялись защитницы Рязани ВДВ. Подумали они, что там было положение вне игры. И немножечко расслабились. И продавило, конечно, сейчас Шейкину молодую Анастасию Фетит. И все. Финальный свисток. Анастасия Пустовойтова фиксирует ничью в матче Рязани ВДВ и Красноярского Енисея. Я хочу сказать, неожиданный результат. У нас один-один. Еще раз напомню, что авторами забитых мячей в этом матче во втором именно тайме стали Мария Вукович у Рязани ВДВ и Татьяна Шейкина у Красноярского Енисея. На всем все, дорогие друзья. Всем большое спасибо. Это был интересный, напряженный и завершившийся весьма неожиданно. Я считаю, матч ничьей 1-1 для вас. Сегодня из Рязани со стадиона Олимпиец, он же Спартак. Работали комментаторы Александр Блохин и Сергей Курманов. Всем большое спасибо. Всем здоровья, всем аккуратности. Всем до новых встреч. Пока-пока.